Сегодня будем готовить очень вкусные, нежные, пушистые оладушки с яблоками, ну или яблочные оладьи. В моем детстве этих оладушек не было, но я знаю, что многим деткам их готовят, поэтому для кого-то этот рецепт не будет секретом, а для меня это целое открытие. Если это и для вас открытие, садитесь поудобнее, я вам сейчас все расскажу. Для этого рецепта мы берем вкусные яблоки, сладкие или кисло-сладкие. Очищаем от кожуры, чтобы оладьи были нежнее, даже если кожура тонкая и мягкая, все равно ее лучше убрать. И естественно удаляем сердцевину. Я почистила 2 яблока, они весят 200 грамм, и вот из этого расчета мы берем все остальные составляющие. Яблоки натираю на крупной терке, мелкую терку не берите, иначе будет много лишнего сока. Можно даже мелко порезать ножом на небольшие кусочки, будет хорошо. Яблоко натерло, теперь добавляем все остальное. Из всего остального щепотка соли, щепотка ванилина, небольшая щепотка корицы, которая даст хороший аромат и не испортит цвет теста. Одно среднее яйцо, 200 миллилитров жирного густого кефира, но если жирного густого нет, берите любой, просто чуть-чуть больше понадобится муки. И 1 чайная ложка без горки разрыхлителя. Ее можно заменить содой, но мне запах и вкус соды не нравится, поэтому я всегда стараюсь заменить соду разрыхлителем, где это возможно. Перемешиваем, чтобы увидеть состояние теста, и добавляем муку. Мне понадобилось 3 горки, нет, 3 ложки столовой с горкой кукурузной муки. Посмотрите, какая она разная. Из двух пачек от одного производителя, одна мука получилась беленькая у производителя, а вторая желтенькая. Не важно, все равно она очень вкусная. Вот такое тесто получается, довольно густое, и видно, что там плавает много яблока. Разогреваем сковороду, наливаем масло и жарим. Можно жарить с маленьким количеством масла, совсем вот чуть-чуть промазать сковороду и под закрытой крышкой на среднем огне. Но я добавила немного больше масла, мне захотелось хрустящих оладушек, поэтому я их крышкой не накрывала и жарила вот в таком состоянии. Жарятся они очень быстро, переворачиваются легко, форму держат и к сковороде не пристают. Этим оладкам с уверенностью можно дать название шарлотка, потому что аромат и вкус яблок, ванилина и корицы напоминает ни о чем другом, только о классическом осеннем пироге с яблоками шарлотка. Это действительно очень вкусно, примечательно, что нету сахара, но если сахара вам, например, недостаточно в этих оладках, ну можете немножко подсластить или добавить меда или сгущенного молока, со сметаной очень вкусно есть. А мне было вкусно просто так и запивать кофе. Попробуйте приготовить, посмотрите, какие они красивые получаются внутри, видны вкрапления яблока. В общем, все говорит о том, что вы должны приготовить, попробовать и согласиться со мной, что это действительно очень вкусно. Понравится и взрослым, и детям, можно использовать в качестве перекуса, или на завтрак, или вместо десерта. Согласитесь, это довольно-таки правильное питание. Здесь нету сахара, здесь минимум муки, ну а все остальное только польза. Приготовьте и полакомитесь, вам будет вкусно. Всем приятного аппетита, подписывайтесь, давайте дружить. Вот так мне было вкусно и до новых встреч!